Привет всем! Решила поснимать обзор на наши комплексы именно осенью, потому что летом всё понятно. Летом у нас тут рай, на фоне жаркого города у нас тут свеженькая зелень, тёплые бассейны, всё прекрасно. А как же наш комплекс живёт осенью, когда большая часть жителей разъехалась? Будем смотреть! Сейчас немножко с вами разомнёмся, потому что прогулка предстоит достаточно такая продолжительная. Весь день гулять будем, мы на море сходим, с ребёнком погуляем и немножко даже посмотрим страшнейшие лиды. У нас тут настолько хорошая экология, что вот выжили даже динозавры. Смотрите, какой он хороший этот динозавр. Смотрите, какой он маленький. Вот сегодня ветерок, но опять же, я говорю, ветер тёплый, несмотря на то, что раннее утро. У меня не холодно, в коротких помене лежит. Тут очень много москотиков, но они хорошие, они не парят. Вот собака чья-то тяпкает по ночам иногда, вот это меня бесит, конечно. Прямо тяпкает, не знаю, что там с ней такое, кого она боится тут. Может быть, потом он поживёт, чуть-чуть успокоится, поймёт, что всё не так уж и плохо. Ну, смотрите, вот он бежит за мной, всё. Да, ты хороший, ты такой хороший. Классно так. Если бы Сашке не было аллергии, у меня бы, наверное, дома тоже жил кот уже. Я бы какого-нибудь тут взяла. Такие хорошенькие котики. Ну, их тут кормят, они хорошо себя чувствуют. Ко мне не мешают. Мы с вами идём дальше. Вот если вы смотрели мои прошлые видео, то там я уже показывала эти места все, как я тут развлекаюсь по утрам. Развлечения спортивного характера. Ну, вот у нас тут мини-гольф, но у нас нет клюшек, поэтому мы пока его не оттестировали. Есть вот теннис настольный, но, честно говоря, поиграла я в него только один раз, потому что здесь открыто. Вот в соседнем комплексе там можно поиграть. Там все столы огорожены либо кустиками, либо стеночками, то есть ветер не мешает. Здесь такое открытое место, но почти всегда ветрено. Вот. Тут тренажёры наши старенькие. Ну, и есть среди них те, которые нормально функционируют ещё. Ну, конечно, я была бы очень рада, если бы их поменяли. Вот уже они такие. Некоторые плохо работают. Там один из бассейнов. Есть вот такие беседки. Смотрите, как здорово придумано. Заходите. Вот под крышей. И в окружении зелёной стены. Мы издорожим. Хорошо, мы с вами прогуливаемся. Надеюсь, я вас не напугала. Мы с вами поднимаемся. На такой вот открытой лестнице. Наверх он встал своих утренних своих подружек поставил. С ними дружим каждое утро. Так, и поднимаемся по лестнице наверх, чтобы вам посмотреть сверху на окрестности. Так, я, наверное, зашла ли на ту лестницу чуть-чуть? Да, здесь вид не очень. Пойду на другую лестницу. А, ну зато отсюда вот. Видите как? Видно горы. И под горами там, ну внизу, там посёлок тоже. К сожалению, у меня не настолько хорошая техника, чтобы вам показать. Может быть, будет видно, я не знаю. Так. Пойду сейчас на другую лестницу. Ну что, у меня для бешеной собаки 100 километров не круг. Тем более с утра. Вот видите, тут квартира. Тут квартира. Так, сделаю. Много. Спускаемся вниз. Ну, довольно-таки высоко. Четвёртый этаж. Так выглядит вот наш пятый. Вон там я спортом позанималась чуть-чуть. На этих трениках. Тут для велосипедов. Ну, такие штуки. Они всё время забиты обычно. Ну, всё лето были забиты велосипедами. Не все даже помещались. Иногда сейчас ставь куда хочешь ты свой велосипед. И всё равно некоторые хранят их почему-то в подъездах. Как наш сосед с первого этажа. Это ужас. Так, мы не туда пошли. Ну, здесь бассейн у нас. Конечно, летом уже вот в восемь утра уже были люди на бассейнах. О, боже. Чей-то ребёнок. Кто-то ребёнка забыл. Уехал. Ну, не знаю. Мне кажется, что процентов 70 уже народу уехало. Потому что даже днём... Вот вчера было жарко. Я загорала, купалась. Вот эти розы, они цветут с мая месяца. С конца мая. И они цветут и цветут всё время. Одни отцветают, другие зацветают. Но, конечно, их меньше, чем летом. Тем не менее, ресторан уже не работает. Так, а вот наш второй подъёмчик. Сейчас я вам покажу, куда мы с вами пойдём. Вон туда наверх. Мне очень нравится, как оттуда видно наш комплекс. Скоро абсолютно все лежаки будут убраны от бассейнов, когда бассейны спустят. И вот таким образом будут сложены. В этих колясках мы возим всё, что в машине большое привезли. Но есть такие, есть ещё другие тележки. По идее, ну, порядочный человек должен, конечно, выгрузить всё дома, отвезти это обратно к воротам, чтобы другие могли пользоваться. Но у нас далеко не все так делают. Мы всё время отвозим. Да. Потому что, как сказала наша учительница по-болгарскому, мы интеллигентно семейство. Вот мы с вами на самом верху. Тут горы. Тут не горы. В общем-то, в принципе, я могла бы показывать с любой, наверное, точки. Вот отовсюду все наши три комплекса выглядят вот так. Немножко отличается, может быть, по цвету где-то. Вот. Красиво же. Ну, приятно жить в таком месте. Приятно. Простенько. Чистенько. Аккуратно. Есть вот такие штуки, видите, торчат из балконов. Железки. Ну, вот такое отверстие. Очень просто всё. Это для воды. Если моешь пол. На балконе даже у нас тоже такие же. У нас на балконе такой же пол. Такое же отверстие есть. Можешь вылить в ведро воды. Повозить щёткой. Ну, мы даже так не делали. У нас как-то чисто там и так на балконе было всё время. Дождём вымывается или, не знаю, ну, я проплюсошу иногда. Ну, как-то нормально. Вот. Ну, мыли, может, несколько раз за лето. Всё стекает, вся вода. И на некоторых домах даже вот эти дырочки, они сделаны в разбежку для того, чтобы... Ну, не в одну линию вертикально. Потому что, если в одну линию, то получается, что стучит с верхней штучки вода, капает на нижнюю и стук такой. Вот сюда приходила учительница и учила болгарскому тут людей. Ну, у меня к тому времени уже была своя учительница. Если бы я её не нашла, то, наверное, я бы тоже присоединилась. Они здесь занимались. Ну, индивидуальные уроки были. Прям сидели так около комплекса внизу. Доска тут висела. Занимались. Здорово. У нас растут грибы. Кто-то вот сорвал грибок. Хотел, наверное, на супно собирать, не получилось. Ну, и положил. Будет сушёный гриб. Кому надо, приезжайте, забирайте. Хочу немножко рассказать про кондиционеры. Тут, ну, застройщик ещё установил 10 лет назад. Такие вот кондиционеры. Они, да, выполняют свою функцию в большинстве. Ну, за исключением, у нас в гостиной не работает. Ну, как он работает, но чего-то там, по-моему, фреона не хватает. Ну, в общем, мы не будем этим заниматься. Мы, наверное, поменяем на инверторный, потому что умные люди нам сказали, что вот эти кондиционеры старые, они на отопление очень много берут энергии. А если поставишь инверторный, то будет там где-то 40 лево. Ну, то есть 20 евро в месяц, если он работает всё время. Нам так рассказали, я не знаю. Или колорифер вообще какой-нибудь поставим. Мы ещё пока, я решила, будет проблема, будем решать. Вон, квартира на продажу, видите? Сейчас покажу. Так, палки мои. Вон. Ему надо обращать. Летом она сдавалась, насколько я помню. Может быть, я ошибаюсь, может, это рядом сдавалось. Кстати, в бассейнах ещё можно купаться. Особенно во второй половине дня они чуть потеплее. С утра они, конечно, леденющие. Вчера купалась с утра, сегодня, наверное, не знаю. Посмотрим, как пойдёт. Конечно, люди поразъехались, стало чище. Чаек тоже, чайки улетели куда-то все, слава богу. Они, наверное, тоже, когда... А, вот, сидят две красавицы. Сидят. Очень многие собственники квартир, кстати, ну, я слышала так, что приезжают, наоборот, сюда отдыхать именно в сентябре, в октябре, потому что для них это самое спокойное, красивое и приятное по погодному условию время года для отдыха в Болгарии. Ну, красота же, посмотрите. Ну, что думаете? Идти мне, идти мне искупаться. Напишите в комментариях. Пока вы пишете, я всё-таки пойду и искупаюсь. Пришла из бассейна, сходила в душ и вышла на балкон. И вид, вот я себя словила на мысль, что вид точно такой же, как когда мы первый раз увидели. Ну, когда мы здесь первый раз побывали. Это было в апреле, в середине апреля. Сейчас конец сентября, и вид такой же. Как классно. Классно, что эти деревья, ну, в большинстве своём, я надеюсь, вечно зелёные. Ну, конечно, с листиками, наверное, не будут стоять всю зиму, ну, вот эти с иголочками. Мне кажется, они зимой тоже зелёные. Посмотрим. Ну, я хоть улицу эту рассмотрю. Она даже, оказывается, широкая. Она мне всё время такой узкой казалась во время сезона, потому что она была вся битком набита народом. А сейчас вот свободненько. Как приятно, слушайте, обалдеть можно. Причём температура 27 градусов в разгар сентября. Это так здорово, так непривычно и так здорово. В такие моменты я прямо счастлива от того, что я переехала жить в Болгарию. Ну, не только в такие моменты. Всё чаще и чаще они происходят. Дай бог, так и будет продолжаться. Идём на море. Так классно! Дядька на скрипке играет, и две женщины танцуют. Так здорово, но как летом, только в то раз свободнее. Смотрите, как здорово он играет. Он так нравится. Супер вообще! Блин, сейчас они взлетать будут. Заметьте, 16 сентября находимся на море. 6 часов вечера. Да видишь, полную силу идёт. Во! Пошли взлетать. Мы накупались. Вода тёплая, вообще супер! Ну и не только нам. Всем классно отдыхается. Да, конечно, всё равно. Когда все разъехались... У нас сейчас на бассейне вот трое детей, двое взрослых. На огромном бассейне. И на других бассейнах тоже там по два человека. Это разгар, самая-самая жара. Ну, началась вторая половина сентября. Посмотрим, что дальше будет. Смотрите, я буквально час назад выложила шорс про то, как мы купаемся в бассейнах. И вот, пожалуйста, резко, резко просто затянуло небо. И вот такая погода теперь. Град с дождём очень сильным. И прям льёт, льёт сильно-сильно. Хорошо, что мы все дома. Да, я всё... Девять утра. Ребёнка на улицу еле вытащила. Вроде солнышко есть. Всё как всегда выглядит. Только ребёнок говорит, мне уже холодно. Потому что стоит на месте. Давай едь, Миша. И вот водичка. Водички листик и термометр. Смотрим. Сколько там? 18 градусов вода. Ну, не знаю. Днём, может, я пойду купаться, наверное, всё равно. Я не хочу лето отпускать. Так-то с виду всё. По-летнему. У нас тут лежаков поубирали много. Ну, чуть-чуть оставили так. Для виду. А ещё я смотрю, дядьки скамейки собирают. Думаю, он, наверное, может, чинить будет. Или как-то обновлять. А они вон их просто на зиму. Врестик составили. Всё. Видите, будут скамеечки тут зимовать. Ну, типа, что, весной люди не сидят на скамейках, что ли? Они не очень понятны. Такое решение со скамейками. Лучше бы их починили. Не знаю. Что меня удивляет, так это то, что люди вроде бы поразъехались, но машин меньше не стало. Машины всё равно полная наша огромная стоянка. Я не знаю, с чем это связано, откуда взялись все эти машины тут. Узнаю, расскажу. Вот нашло осеннее дерево. Все остальные стоят зелёные, как ни в чём не бывало. Как будто лето продолжается. Ну, это тоже жёлтенькое. Вон ещё одно. Итак, осенняя забава на бассейне. Это Миша придумал, это не я. Вон ведро нашёл чьё-то. Попросил меня, чтобы я ему поднесла его на самый верх горочки, чтобы я не разлила ни капельки. И сейчас он будет поливать горочку. Потрясающее занятие. Нет, я надеюсь, с каждым ведром не надо будет так бегать. И вот водичка. Миша, ты её даже не туда вылил. Надо было лить вот сюда. Там она осталась у тебя, и всё. Во. Ну, на чуть-чуть, на два метра она, может, польётся. Ещё неси воды. Ещё неси воды, говорит Миша. Что ж ты его донос? Нет, Миша, я не думаю, что мы это будем практиковать. На постоянной основе. Честно тебе скажу. Миша, я не знаю. Миша, я не знаю. Продолжение следует...